Добрый вечер, дорогие зрители! В прямом эфире на телеканале «Новая Одесса» доктор Крылов «Консилиум». Наиболее перспективные достижения рождаются на границах различных отраслей знаний. Так, из сочетания достижений медицины, физики и кибернетики появилось новое направление медицины – эндоскопия. А закономерным итогом дальнейшего развития диагностического направления эндоскопии стала эндохирургия, которая позволяет проводить хирургические вмешательства в минимальном щадящем режиме. Эндоскопическая хирургия сегодня. Что дальше? Вот в этой теме нам и помогут разобраться наши уважаемые эксперты. А сегодня гости в студии у нас. Грубник Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, заведующий кафедрой хирургии номер один. Добрый вечер. Гладчук Игорь Зинович, доктор медицинских наук, профессор. Добрый вечер. И Кашталян Михаил Арсентьевич, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы, заведующий кафедрой общей хирургии. Добрый вечер. А в удаленной студии медицинского дома «Одрекс» моя соведущая Наталья Павлова, которая, я думаю, поможет со своими гостями разобраться нам в этой довольно-таки непростой теме. Добрый вечер, Наталья. Я с восхищением прослушала представление сегодняшних гостей. Три доктора медицинских наук, три профессора. Мое почтение и уважение. Надеюсь, что мои чувства поддерживают и зрители, потому что в последнее время нам с Евгением все чаще приходится слышать приятные слова. И спешу вам сообщить, что в социальной сети Facebook появилась страничка программы «Доктор Крылов Консилиум». Присоединяйтесь, ставьте лайки, отмечайте страничку как понравившуюся. Для зрителей уточним, что эндоскопия – это метод визуального исследования полых органов с помощью оптических приборов, снабженных осветительным устройством и, как мы будем говорить дальше, средств для операции, для оперативных вмешательств. Слово происходит от греческого «эндо» внутри, и «скопио» рассматривать. И сегодня наш вопрос зрителям именно о том, расширяет ли наша передача ваши медицинские познания, в том числе и в теме эндохирургии. Набирайте номер 777-67-45, если вы считаете, что да, программа «Доктор Крылов Консилиум» помогает узнать много нового из мира медицины. Звоните 777-67-46, если вы не уверены, что просмотр нашей передачи как-то значимо расширил географию ваших познаний. И существует третий вариант ответа для неопределившихся. Ваш ответ зачтется как «не знаю» или еще не определился с ответом, если вы наберете номер 777-67-47. Для желающих получить онлайн-консультацию в прямом эфире у одного из присутствующих сегодня докторов работает телефон прямой линии 718-61-91. И для начала давайте все-таки разберемся с определением эндоскопическая хирургия. Спасибо, Наталья. Да, действительно, любой конгресс может позавидовать нашим сегодняшним экспертам. Давайте у них спросим, что такое для них эндохирургия. Владимир Владимирович. Я должен сказать, что, знаете, так психология человека устроена, что мы живем, когда в очень интересное время и во время революции каких-то, революционных каких-то подвижений, мы не всегда осознаем это. В принципе, вот нашему поколению повезло, то, что мы как бы прожили два революционных события. Это создание эндоскопии, как вы сказали, диагностической и создание эндоскопической хирургии. Это фактически две революции. Две революции, которые совершенно полностью изменили наше представление о возможностях хирургии, в частности, и возможностях эндоскопии. Я понимаю, что будут совершенствоваться различные рентгеновские методы исследований, такие как МРТ, КТ и так далее. Но эндоскопия, то, что мы видим глазом, это никогда не заменит. Поэтому я считаю, что, в общем-то, мы, как специалисты и люди, наши пациенты, ну и все остальные, публика, должны понимать, что вот это новое, это действительно революционное, которое позволяет нам делать то, что раньше мы просто не могли. Да, кстати, у нас в этом году юбилей, 20 лет, как в Одессе впервые была проведена операция. Игорь Зинович, что для Вас эндохирургия? Спасибо. Эндохирургия для гинекологии, наверное, все то же, что и для общей, для абдоминальной хирургии, припустим, о чем будут говорить мои коллеги, профессор Группник и профессор Кашталян. Она имеет огромное диагностическое значение, но на сегодняшнем этапе развития это, разумеется, в первую очередь метод оперирования, щадящий метод оперирования, который обладает серьезными преимуществами перед теми классическими доступами, которые существовали до этого периода. Ну, раз Вы упомянули о том, что мы где-то должны праздновать 20-летие внедрения этого метода в нашу практику, в нашем городе. Мы, конечно, должны вспомнить тех, кто был у истоков, и благодаря кому этот метод приобрел в Одессе достаточно большое распространение. Я с уверенностью могу сказать, что в Одессе этот метод поставлен на самом высоком уровне в разных отраслях медицины и в том числе в гинекологии. Так вот, люди, которые были у истоков, они Вам известны. Фактически все перед нами. Да, нет, здесь их нет. Это академик Запорожан, который первый оценил преимущества этого метода в то время, когда было очень много оппонентов и приложил максимум усилий, чтобы в таких непростых условиях начать его внедрять в нашу практику. Это, собственно, всем известно. Я думаю, что и Владимир Владимирович ощутил поддержку Валерия Николаевича на первых этапах становления, и, конечно, Михаил Арсеньевич. Я могу добавить, что к нашему счастью, потому что мы действительно ощущаем эту поддержку, Валерий Николаевич остается, он был избран и остается президентом нашей Украинской ассоциации, которая обвиняет и хирургов, и гинекологов. И мы с большим всегда удовольствием это говорим за рубежом, потому что очень многие ведущие специалисты мира, в частности, профессор Хант из Соединенных Штатов, профессор Фингергат из Франции, из Китая, они знают, что это действительно человек, который входит в первую десятку мировых лидеров. Поэтому нам действительно повезло, что он у нас был ректором, а сейчас он в более высоком ранге, и что он позволил эту проблему очень сильно продвинуть. И до сих пор ее не бросает. Михаил Арсеньевич, что для вас? Я, во-первых, согласен полностью с мнением своих коллег. У человека, у врача, в частности, всегда было такое какое-то желание заглянуть, вот не просто руками что-то чувствовать, или фонендоскопом, и так далее, а вот заглянуть глазом, и заглянуть, и определить. Ну, был же хороший метод, скальпелем раз, и заглядывай сколько-то. Это было такое понятие, оно и есть, и остается, и будет долго, есть такое понятие диагностической лапартомии, но это совершенно другое, это травматично. Так вот, я горд и рад, что вот как раз действительно мне довелось в это время как раз вот быть. Может, придут новые технологии, когда можно не только заглянуть, не только посмотреть глазом, но что-то сделать еще эндоскопически, а зачастую очень много. Спасибо. Мы подготовили небольшой как раз сюжет на тему исторической справки. Пока в мировом масштабе, я думаю, после сюжета мы можем углубиться и в тему Украины, и в частности в Одессе. Пожалуйста, сюжет. Идею выполнять визуальный осмотр внутренних органов без широкого рассечения покровов в 1901 году выдвинул Георг Келлинг. Он произвел целеоскопию в эксперименте на собаке, введя цистоскоп в брюшную полость после вдувания, так называемой инсуфляцией, в нее воздуха. В 1910 году шведский врач Якобеус применил эту технику, оперируя человека. Он же ввел в практику термин лапароскопия, означающий проведение операции через небольшие отверстия. Дальнейший прогресс эндоскопической хирургии был связан с развитием оптики. Немецкий гипотолог Кальк в 1929 году разработал наклонные линзы для лапароскопа. В 1947 году Рауль Палмер выдвинул принцип контроля внутрибрюшного давления при инсуфляции, а немецкий гинеколог и инженер профессор Курт Земп разработал для этой цели автоматический инсуфлятор. Революция в эндоскопической технике произошла в 1987 году, когда группа японских инженеров сконструировала матрицу, позволяющую трансформировать видеосигнал для передачи на монитор. Это позволило начать выполнение радикальных хирургических вмешательств. В 1987 году французский хирург из Лиона Филипп Муре впервые успешно выполнил лапароскопическую холецистектомию, удаление желчного пузыря. Эндохирургическая техника за несколько месяцев кардинально изменила принципы лечения желчнокаменной болезни. С начала 90-х годов началось стремительное распространение эндохирургии во всём мире. На сегодняшний день с помощью данного подхода выполняется 90% операций при желчнокаменной болезни и в гинекологии. С середины 90-х годов лапароскопические вмешательства приобрели популярность и стали повседневными. Вот, у нас уже есть дополнение к нашему сюжету. Игорь Зинович? Ну, наверное, не дополнение, реплика. Я, может быть, даже поспешил немножко, когда услышал фразу, что 90% операций выполняется эндоскопическим путём, а потом была уже дальше холецистектомия. Да, наверное, такие показатели у моих коллег-профессоров. Тогда добавьте, как у нас происходило в Украине или в Одессе в частности. Кто действительно, давайте расставим историческую справку. Ну, дальше ли все гинекологи. Это все знают. Первые были гинекологи, которые, в общем-то, с подачи такого знаменитого гинеколога, как ЗЭМ, в Германии, они, в общем-то, начали делать революцию в гинекологии. И, кстати, Филипп Мюре, который первый сделал холецистектомию, он в основном был гинекологом, а не хирургом. Но вот он решил и, так сказать, в хирургическом аспекте себе славу приобрести. Ну, значит, у нас, в принципе, в бывшем Советском Союзе в 91-м году первую операцию сделали в Москве в институте Петровского. А в 93-м году, в начале года, первая холецистектомия, я уже говорю, значит, до этого делались уже хирургические вмешательства вмешательства в гинекологии. Уже вот на кафедре. Ну, гинекология, да, пока вот... А вот хирургия с начала 93-го года, это была ранняя весна, в нашей клинике, в областной больнице мы сделали первые операции, тоже, опять-таки, лапароскопические хирурги, лапароскопическая холецистектомия. И уже после этого, в конце года, киевляне сделали с помощью москвичей у себя в клинике Шалимова. То есть можно всем признаться, что действительно здесь пальма первенства в нашем славном городе? Нет, так это сейчас уже все признали. Это мы как бы... Это очень радостно. Здесь и гинекология, и хирургия, мы имеем первое пальму первенства, и, в общем-то, это неплохо. Какие основные преимущества эндоскопической хирургии перед, так сказать, какими-то, ну, старыми методами? Для женщины это великолепный косметический эффект. Мы можем сейчас сделать операцию, практически мы не... чтобы не будет виден рубец. Но не только же один косметический эффект? Да, но важный момент это, что это, как говорят, малоинвазивная или малотравматичная операция. Потому что сам доступ он определяет маленькую инвазивность. То есть маленький прокол, и ты делаешь большую, серьезную операцию. Но этот прокол заживает буквально на глазах. Он в течение пяти дней... Все. Сколько необходимо проколов сделать? Ну, это в зависимости от того, какую операцию выполняешь. По-разному. от двух, от трех, до пяти, до шести, но все равно маленький пятимиллиметровый разрежек, маленький, пускай их будет пять. Но это будет красивее и лучше, чем сделать один трехсантиметровый или пятисантиметровый. Понимаете? Вот самое неприятное в хирургии это и самая больше причиняющая боль после операции, это сама рана, это сам разрез. Чтобы выполнить даже ту же холецистоктомию, нужен разрез сантиметров около десяти. Это минимум. И больше всего болит именно кожа, там больше всего нервов. А данный метод, он минимально травматичен, минимальное повреждение тканей. Спасибо. У нас есть вопрос из медицинского дома Одрекс, и мы вернемся. Да, Наталья, пожалуйста, задавайте вопрос. Да, Наталья, пожалуйста, задавайте вопрос. Представьтесь, пожалуйста, озвучите вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дима. Как, что такое лазерная эндохирургия? Спасибо. Спасибо большое. Игорь Зинович, руку тянет, пожалуйста. Ну, лазер, это уже действительно тема, которую мы называем, что это икона операционная, да, ну, это так, иронически. На самом деле лазерами очень сильно увлекались, когда начали внедрять эндоскопическую хирургию, поскольку этот лазерный луч, он обладал определенными преимуществами перед другими видами техник хирургических, и многие хирурги пользовали его широко для выполнения разных операций, прецизионных, особенно точных операций. Но со временем стало понятно, что лазер, это достаточно дорогая игрушка, он ни с клинической точки зрения, ни с экономической точки зрения не оправдывает себя. И сегодня очень немного есть хирургов, которые активно по-прежнему используют лазер в своей повседневной работе. Большая часть, наверное, из них при определенных операциях, на определенных этапах операции, но в целом это не есть уже тот компонент эндоскопической операционной, без которого нельзя сделать эндоскопическую. То есть это действительно как приставка, да? Да. Появилось сейчас много других источников энергии, достаточно эффективных, и которые превосходят лазер. Например, гармонический ультразвук, это гармонический скальпель. Ну, в народе просто, вот мы получаем систему такую, зоринг, где там есть и аргоноплазменная коагуляция, и биполярная, и монополярная, и ультразвуковой скальпель. То есть когда-то все вместе. Это просто так сложилось такое мнение, вот лазерная хирургия. Лазерная это как элемент в общей хирургии. Спасибо. У нас есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, вы в прямом эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос о том, что действительно положительно то, что нет хирургического вмешательства, то есть не разрезают человека. Это действительно я и сама убедилась в этом. Но есть ли отрицательные моменты для докторов относительно того, что они не видят полной картины той проблемы, которая возникает. А иногда эти проблемы возникают попутно. И естественно из-за того, что не полной картины могут ли быть проблемы. Спасибо большое. Сейчас попробуем разобраться. Пожалуйста, вступайте. Я думаю, что это большое заблуждение, что нет полной картины и мы не все видим и не все понимаем и так далее. Дело в том, что вот сейчас говорили о технологии. Была лазерная технология, сейчас новые. Но мы новые технологии давайте оставим на следующий. Я понимаю, но без этого мы не поймем как ответить на этот вопрос. Понимаете, сейчас технологии в эндохирургии настолько бурно развиваются, что мы с помощью эндохирургических методов лучше видим, мы больше видим, мы четче видим, мы видим то, что мы не видим обычным глазом. И тут трудно сказать, что лучше, понимаете. Да, иногда бывает, у нас не хватает тактильного ощущения. то есть мы в открытой хирургии можем руками, пальцами еще пощупать. Но сейчас тоже инженеры работают, в частности, вот я уже пробовал разработки американских и немецких инженеров. Давайте мы пока все наши секреты не будем открывать, мы все-таки во втором блоке будем говорить. принципиально, я думаю, публика должна знать, что эти методики позволяют лучше, гораздо лучше сделать операцию, неже открытой операции. Добавьте. Незомненно, такое предупреждение существует у людей, что когда человеку разрежут живот от очевидного отростка до лона, то могут увидеть больше, чем через какие-то маленькие замочные скважины, через прокол. Но это стереотипы, да? Это заблуждение, это заблуждение. Давайте будем в вашей заставке, вот в вашей заставке было достаточно немало видеоматериала, где показана панорамно вся брюшная полость. И пользуя эндоскоп, мы говорим сейчас о интерабдоминальной хирургии, мы можем увидеть все, что делается в нижнем этаже, в средней части брюшной полости, в верхней этаже. Не надо делать разрезы. Не надо. И мы видим гораздо лучше. Используя оптику, которая имеет определенный угол наклона, мы можем поля зрения менять, еще лучше видеть, мы никогда не увидим так хорошо все места в брюшной полости при нижней срединной лапаротемии или при верхней срединной лапаротемии. Для того, чтобы где-то так, на таком же уровне увидеть, и то, наверное, не лучше, надо делать полный разрез брюшной полости. Но мы еще опускаем одну вещь, что эндоскопическая хирургия использует увеличение. И это увеличение достаточно существенное. Человек глазом не может так хорошо видеть картину в операционной ране, как он видит... Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Я хочу поблагодарить всех коллег, а особенно обратиться к Игорю Диновичу. Спасибо ему сказать за его золотые руки. Семь лет назад он мне сделал операцию, которую я очень-очень боялась. И я его вспоминаю по сей день. Мне очень приятно Мы ему сейчас передадим ваши слова благодарности. Вопрос какой? Нет, просто слова благодарности. Спасибо огромное. Огромное вам спасибо. Ну, действительно, это приятно. Это приятно. К тому же, что говорили. Да, продолжим. Ведь лапароскопия позволяет выполнять операции на разных этапах, на разных отделах брюшной полости. На верхнем этаже, например, и на нижнем сразу. Можно, чтобы выполнить в открытой хирургии, например, ту же холецистектомию и какое-то вмешательство на органах таза, это надо сделать огромный разрез. Вот разрез действительно от мютивидного отростка до лобка. А это позволяет выполнить эти операции, называются симультанные, ну, скажем так, сочетанные. И там, и здесь, вот с такими преимуществами. Бывают случаи даже... Что вас может привести уйти из лапароскопической на лапаротомическую операцию? Бывают технические трудности. У каждого метода есть все-таки на сегодняшний день своя возможность. Вот когда исчерпаны эти возможности, мы открытую операцию можем сделать всегда. И поэтому лапароскопией, малоинвазивной хирургии должны заниматься хирурги те, которые владеют, хорошо владеют традиционными методами. То есть нам не нужно идти до уровня некоторых развитых стран, которые Владимир Владимирович говорил, что если эндохирург, то он уже лапаротомией не владеет и ждут целого профессора. Ну, действительно, что может вас привести к уходу на открытую операцию? Я думаю, что настоящий опытный, грамотный эндоскопический хирург, он должен быть, во-первых, опытным, и во-вторых, честным. Потому что если он видит, что, допустим, опухолевый процесс или какой-то другой процесс, он не может быть удален с помощью эндоскопической методики, не задумываясь, надо переходить к другому методу. Главное, помочь человеку радикально сделать все абсолютно. А уже как мы завершим операцию, это мы уже зачастую бывает это главный специалист решает сам. Зачастую бывает ситуация, когда пациент приходит, ему говорят, все, мы будем делать тебе эндохирургическую операцию, а выходит с каким-то шрамом. Как-то ему до операции об этом говорится, какие-то риски или еще что-то? Евгений, безусловно. Больной должен знать, что любая операция, может, планируется одно, один этап, планируется один объем, а может получиться другой. И больной обязательно пациентам, обязательно пациентам об этом информирован. Обязательно. Это его право. Спасибо большое. У нас еще один есть звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Задавайте вопрос. Добрый вечер. Добрый. Будьте добры. Я бы хотела узнать такой вопрос. Все ли гинекологические проблемы можно решить эндоскопические? Спасибо. И пользуясь, будьте минуточку, пользуясь моментом, у вас очень достойные представители нашей медицины, нашего города. Но я, в частности, сталкивалась с доктором Каштальяном к счастью или к радости или как сказать. Огромное ему спасибо, низкий поклон и больше и больше таких, как он, врачей. Это настоящий врач с большой буквы и главное, что это большой человек. Спасибо большое. Огромное спасибо за добрые слова. Игорь Зинович. Спасибо за вопрос. В гинекологии мы можем решать достаточно много проблем используя эндоскопическую хирургию. Это относится к операциям, которые на внутренних половых органах женщины делаются путем лапароскопии через проколы. Но есть еще в нашем арсенале эндоскопия внутриматочная. Это называется гистероскопия. Через естественные отверстия. Через естественные отверстия. Хирургия, которая достаточно тоже важное место занимает в нашей работе и позволяет многим женщинам решить проблемы с их детородной функцией, с внутриматочной патологией, не удаляя орган, не прибегая к травматичным вмешательствам, которые лишают этого важного органа пациентку. Но на самом деле мы не должны забывать, что мода, которая была 10-15 лет назад на лапароскопическую хирургию, в гинекологию, со временем проходит. Становится понятным, что многие операции можно делать даже без лапароскопической поддержки, как, например, удаление опухолей матки доброкачественных, я об этом пока говорю, путем трансфагенов, через логалищного доступа. Ведь этот доступ еще менее травматичен, чем лапароскопия, поскольку нету даже проколов на брюшной стенке у женщины. А женщина, это на самом деле и живот женщины, это произведение искусства, его надо беречь. Поэтому место лапароскопической хирургии, эндоскопической хирургии сегодня, оно действительно номер один, но не при всех патологиях, и не всегда оно нужно, поскольку метод дорогой, он затратный, и многие вещи можно решать более простыми. Спасибо. У нас есть вопрос из медицинского дома «Одрыхс». Наталья, пожалуйста, задавайте вопрос. У нас в студии медицинского дома «Одрыхс» в основном молодежь, и, как выясняется, немножко боязливая. Вопрос от зрителя. Добрый вечер, меня зовут Александр. Если можно, более подробно относительно осложнений, которые могут возникнуть после такого рода операций. Спасибо. Спасибо. Я бы хотела еще, чтобы вы немножко подробно остановились на вопросе того, если человек иногородний приехал откуда-то из глубинки, проведена операция, а затем он возвращается к себе домой. Вот преемственность в сфере семейной медицины. Может ли в дальнейшем такой пациент находиться под наблюдением своего семейного врача, который на участке у него, например, в его населенном пункте находится? Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Я начну со второго вопроса. Как раз положительный момент эндоскопической хирургии заключается в том, что особого ухода за больным не нужно. Поэтому спокойно мы выписываем наша клиника, это в основном областная больница на третий сутки. Несмотря на то, что больным приходится проезжать 200-300 километров, они живут в Болграде, они живут в Измаиле, они живут где-то там в Сарате и так далее. И мы совершенно не волнуемся, потому что мы даем четкие рекомендации больному, четкие рекомендации врачу, который там их будет наблюдать и никаких проблем не возникнет. Но действительно, сейчас мы переходим на семейную медицину и семейный врач все-таки проходит какой-то курс по хирургии. Получается, что семейному врачу легче ухаживать и выхаживать этих больных после таких операций, нежели после больших открытых операций. Это значительно проще. Какие осложнения бывают? Осложнения бывают при каждой работе. Бывают правила, есть исключения правила. К сожалению, есть такое у нас. Но осложнения такие же, как и при открытых операциях. При некоторых осложнениях бывает больше в лапароскопии, чем в открытой хирургии. Некоторых наоборот. То есть, перечислять все осложнения это смысла нет. Но все-таки, может, есть статистика. Их меньше действительно. В целом, можно говорить о том, что часто осложнений в руках квалифицированного специалиста при оперировании малоинвазивными метрами в 10 раз на порядок меньше, чем часто осложнений при открытых доступах. И это очевидно за счет многих преимуществ лапароскопической хирургии. Нет обширного разреза брюшной стенки. Целая группа осложнений, которые связаны с заживлением этой раны, отпадает. Правда? Там тоже и проколы бывают, но гораздо реже. Потом, сама прецизионность, точность оперирования, которая позволяет осуществить лапароскопию, она позволяет, собственно, избежать многих осложнений. Ранений, ближайших органов, кровеносные сосуды, видно лучше, и так далее. Но в то же время есть и особое осложнение, которое касается только лапароскопической хирургии, связанное с нагнетанием газа, связанное с широким применением коагулирующих устройств, электрохирургических инструментов и так далее. Все это имеет свою группу особых осложнений, которые присущи лапароскопической хирургии. Понятно. А какие есть относительные или абсолютные противопоказания к применению методов лапароскопической Мы месяц назад с Михаилом Алексеевичем были на Европейском Конгрессе. Это был 20-й Европейский Конгресс и этот Конгресс проходил под интересным девизом Do better, be better. Это по-английски значит если хорошо делать, будет лучше результат. Я считаю, что какие-то особые осложнения не присущи какому-то этому или этому виду хирургии. Просто важно, чтобы были хорошие эксперты, хорошие хирурги. И совершенно понятно, что начинающий хирург имеет значительно больше шансов повредить что-то, нежели опытный хирург, за плечами у которого тысячи или десятки тысяч операций. Показания противопоказания. Показания более-менее да. Противопоказания абсолютные и относительные. Что у нас? Противопоказания вот на заре, когда начиналась только лапароскопия, противопоказаний было очень много. В том числе спаечная болезнь, ожирение. А сейчас мы наоборот больных с избыточным весом лучше их лечить и оперировать лапароскопически. В частности, лапароскопия это вот так для наших слушателей. Это один из видов эндоскопической хирургии, которая хирургия органов брюшной болости. Так вот, ожирение, та же спаечная болезнь. В общем, противопоказания те же, что и в открытой хирургии. Ну, наверное, гораздо меньше. Терминальное состояние и так далее. Да, понятно. Спасибо большое. Мы закончили первый блок. Сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Я думаю, что беседа очень интересная, поэтому оставайтесь с нами. Мы снова в прямом эфире на телеканале Новая Одесса доктор Крылов консилиум. И тема очень интересная. Эндохирургия что в будущем? Мы чуть-чуть договорим, буквально есть несколько вопросов, которые хотелось бы осветить. И дальше перейдем на следующий блок. Игорь Зинович, пожалуйста. Да. Вопрос того, какое место реальность на сегодняшний день должна занимать эндоскопическая хирургия в современной клинике, в гинекологической клинике. Я, наверное, об этом хочу сказать пару слов. Нет универсального рецепта. Нет. Потому что в каждой клинике своя история, свои традиции, свои школы. И специалисты по-разному подходят. к этому. Но тенденция одна. Все хотят внедрять эндоскопическую хирургию. И здесь возникает проблема. Государственного уровня проблема. Как научить специалистам лапароскопической хирургии? Как ввиду того, что лапароскопическая хирургия все шире внедряется, научить специалистам классической хирургии? Поскольку без знаний классической хирургии, без умения чувствовать ткани пальцами, стать продвинутым лапароскопическим хирургом сложно. Поэтому это проблема не только Украины, это проблема везде в мире. Может, просто не надо сломя голову от одного метода отказываться? Мы уже разрушали в свое время все до основания, а затем каждый метод имеет свои преимущества, свои показания, и каждая ситуация требует анализа, каким методом ее диагностировать или оперировать. Это однозначно. Они не отметают себя, они непротивопоставимы. То есть не надо их сталкивать? Не надо их, они дополняют друг друга. И где-то надо только лапароскопически оперировать, а где-то надо только открыто оперировать. Например, при минно-взрывной травме, при огнестрельных ранениях, при огнестрельных ранениях, конечно, надо оперировать открыто и входить в этот живот. А вот лапароскопию применить как диагностический тест, например, та же пуля попала нам в живот или прошла там касательно, вот это большое дело, чтобы не делать большую лапаротомию. Просто от простой лапаротомии, то есть от диагностической лапаротомии во время Второй мировой войны 10% летальности было. От диагностической. То есть в тех случаях, когда не надо было оперировать, а все-таки не могли исключить повреждения органов живота, делали диагностическую лапаротомию. И вот от этой диагностической лапаротомии погибало примерно 10% людей. Откройте военную тайну. Военно-полевой лапароскоп или эндоскоп? Есть такие, не военно-полевой, есть такие укладки, которые вот у нас мобильные госпиталя и местности страны, которые на специальном ну специальное такое устройство, которое удерживает, которое позволяет их применять и в полевых условиях, и в вертолете, и в самолет, скальпель у нас есть укомплектован этой укладочкой. То есть тоже развиваемся? Ну безусловно. Очень интересно, конечно, поговорили мы о том, что у нас как бы было и 20 лет развиваемся. Теперь хотелось бы заглянуть в недалекое светлое завтра. Давайте посмотрим короткий сюжет. Что ожидает эндоскопическую хирургию завтра? Нет никаких сомнений, что как специальность она будет развиваться на основе новых технологических и научных достижений. Как известно, эндоскопический хирург работает глядя на экран монитора. Стандартная на сегодня система имеет разрешение в 400-600 строк. Телевизионные системы высокой четкости обладают разрешением в более чем тысячу строк. Стандартный монитор имеет плоское двухмерное изображение. Разработана эндохирургическая телевизионная система, дающая объемное трехмерное изображение. В плане развития доступа все более широко применяются лапароскопические ассистируемые операции через прицельные небольшие разрезы и мануально ассистируемые лапароскопические вмешательства. В настоящее время на стадии экспериментальной разработки находятся механические манипуляторы, которые свободно сгибаются в разных плоскостях и управляются тягами наподобие гибкого конца фиброскопа. В свою очередь тяги управляются микромоторами, контролируемыми микропроцессорами. Интересны экспериментальные разработки, ведущиеся в Великобритании. Микромашина с телекамерой полностью вводится в брюшную полость через умбиликальный прокол для обследования. Хирург, находящийся в специальном шлеме, управляет машиной движениями головы. Уже сейчас сделан большой шаг в обучении эндоскопических хирургов. Речь идет о так называемой виртуальной реальности и созданных на ее основе учебных программах. Учащийся надевает на голову специальный шлем и перед глазами у него возникает трехмерное изображение, созданное компьютером. Пользуясь специальной пластиковой моделью человеческого тела, студент манипулирует лапароскопическими инструментами, введенными через троакары. Образы органов при соприкосновении с инструментами ведут себя так же, каких реальные прототипы. Таким образом можно моделировать самые разные ситуации, возникающие во время настоящей операции. Имеется возможность возврата к исходным условиям, то есть студент может совершенствовать свои навыки в тех областях, которые являются его слабым местом, не возвращаясь к тому, что уже хорошо изучено. То есть скоро хирург будет находиться у себя в кабинете, а может и дома, и оперировать в каких-то отдаленных больницах. Это уже сейчас есть. Здесь вот в сюжете комментарий был такой, что это экспериментальная работа. Это не экспериментальная работа. Сейчас в каждой американской клинике есть робот-довинчи. В каждой абсолютно. Мы пока не в Америке. Я пока за Украину. Я пока за Одессу. Да, в Украине еще нет роботов. Россия закупила 8 роботов. Хотя при этом они сравнительно недорогие. Нет, они очень дорогие. Они очень дорогие. Робот стоит полтора миллиона евро. Но самое главное не это. Самое главное, что обслуживание робота ежегодно требует 300 тысяч евро. Просто обслуживание. И все. Пока что это очень дорогая техника. Но она существует. Ей широко пользуются. Вот на этих конгрессах обсуждают преимущества и недостатки. Вот что лучше оперировать с помощью робота или без робота. Я должен сказать откровенно, что на сегодняшний день абсолютно доказательства, что робот очень полезен, пока нет. Только для некоторых видов операций. В частности, на пристательной железе. Вот там действительно робот хорош. При других операциях, там на легких, на пищеводе, на желудке, он практически то же самое, что и руками. Но технологический прорыв, конечно, уже виден. И мы уже в нем участвуем. И завтра будет даже трудно себе представить, что будет. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня Юрий Иванович зовут. Добрый вечер. Петя, пожалуйста, хочу спросить. Мы делали операцию на желчный пузырь, полосовую делали операцию. У меня сейчас получился пуш, как грыжа. Грыжа какая, поповая или как? И чтобы не резать второй раз, можно сделать там тероскопическое мотивление? Спасибо большое за вопрос. Грыжи делаем эндоскопическое. Конечно, конечно. Эта тема очень уже разработана. И любую грыжу сейчас можно лапароскопическое закрытие и послеоперационную, и которая была без операции, и паховую, и пупочную, и вентральную. И к тому, к осложнениям. Видите, вот после открытых операций вот этих грыж возникает значительно, просто на порядок больше, чем после лапароскопической. Ну да, мышцы могут, особенно если тучный человек. А необходимо ли действительно тратить огромное количество денег для того, чтобы новые методы, которые под сомнение вот даже мы сами сейчас ставим? Женя, конечно, необходимо. Дело в том, что вот если мы будем говорить серьезно о будущем, я вам скажу так откровенно, что вот анализ сегодняшней ситуации показывает, что будущее, вот мы говорим о хирургии, будущее будет в двух направлениях. Первое направление это технологический прорыв. Вот сейчас мы частично видим его, это появление роботов, появление суперроботов, это вот маленькие машинки, которые вот в Англии уже сейчас экспериментируют и так далее. Новые технологии освещения, новые технологии визуализации, новые технологии сваривания тканей, заваривания тканей. А второе направление очень интересное, совершенно новая концепция. Понимаете, вот мы все-таки живем старыми концепциями, и вот эндоскопическая хирургия пока что она обслуживает старую концепцию. Мы ждем, когда болезнь вырастет до больших размеров, потом мы его удаляем. Вот это большое. Ну, не столько мы ждем, это ждет непосредственно пациент. А вот будущая медицина, она должна диагностировать на тех ранних стадиях, когда вообще операцию такую большую не надо будет делать. Надо будет убрать кусочек маленькой слизистой оболочки, где выросла эта опухоль, и человек будет здоров. Это может быть в матке, это может быть в кишечнике, это может быть в желудке, где хотите. И принципиально вот это будущее, когда не будет больших крупных операций, или они будут крайне редки. Но это должен эндоскоп стоять, получается, в кабинете и семейного врача, который будет заходить. Это целый комплекс проблем. Тогда может быть хирург в будущем в операционной не нужен, он нужен в кабинете, и все. Надо диспансеризацию проводить правильную и полную. Как делалось когда-то в Советском Союзе, как делается в мире. И прорыв, Евгений, который мы увидели, это роботизированная система да Винчи, его суть-то в чем? В том, что это дистанционно управляемый инструмент, дистанционно. Хирург может находиться здесь, больной, в другой комнате, они могут быть на расстоянии километра, тысячи километров. В другой стране или в другом континенте. Да, и даже не исключает того, что... А скоро и на Марс полетит. Да, и там можно оперировать дистанционно. Вот в чем вся... Потому что действительно сфера применения хирургии как метода лечения, она закономерно будет уменьшаться. Большие и крупные операции будут уступать место малым операциям, которые имеют такое предупреждающее значение, да, не давать развиться крупной болезни. И хирургов, квалифицированных, будет все меньше и меньше. Поэтому вот эти роботизированные системы это то, что позволит использовать руки и голову достойного хирурга на расстоянии. На расстоянии. Но в любом случае, наверное, должен присутствовать хирург на месте. На месте. Безусловно. Хирург будет ассистент. В экстремальных ситуациях, понимаете, когда экстремальная ситуация возникает. Вот, к примеру, ну, военные конфликты или какие-то террористические атаки. Вот стоит эсминец, а за 10 тысяч километров на расстоянии хирург опытный может управлять или с помощью телемедицины вот помочь нуждающим еще пациенту. Спасибо. У нас звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Представьтесь. А, сорвался. А, медицинский дом Одрых спросится. Тоже, пожалуйста, задавайте вопрос, Наталья. Слушаем вас. Да, у нас очередная серия боязливых вопросов. Представьтесь, пожалуйста, озвучите вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виктор, а у меня вопрос, можно ли заразиться гепатитом С при проведении такой операции? И второй вопрос у нас будет, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна, я хотела спросить, если приспособления для таких операций очень дорогие, для человека эта операция тоже столь тяжелая? В финансовом отношении имеется в виду. Спасибо большое, ждем комментариев. Спасибо большое. Да, что касаемо возможности заразиться гепатитом С, спидом или еще какими-то? Я хочу сказать, что это колоссальная проблема. У нас шесть лет назад был конгресс в Швеции, в Стокгольме, и мне поручили, как представители восточных стран, восточной Европы, сделать такой доклад, нужны или не нужны многоразовые и одноразовые инструменты. Вы знаете, мне не секрет, что в Соединенных Штатах, например, оперуют только одноразовыми инструментами. Оперируются и выбрасываются. в Европе немножко по-другому. Там мы все-таки считают деньги и не все выбрасывается, что-то остается, что-то реастерилизуется и так далее. Мы, к сожалению, на сегодняшний день в большинстве случаев реастерилизуем. И это очень такой коварный, такой серьезный, не то, что коварный, но очень серьезный вопрос. Я должен сказать, что это действительно, мы, хирурги, должны этим заниматься. Мы, например, в своей клинике создали специальную систему инфекционного контроля, которая фактически предупреждает возможность развития вот этого осложнения. То есть там, если вероятность есть, одна миллионная. Это 10 тысяч раз перепроверки. То есть вероятность все равно меньше, чем при открытой форме. Ну, заразиться гепатитом С можно при любой операции, и открытой, и закрытой, и даже... А хирург в такой случае? Я вот тоже думаю... Защищен или наоборот? Это все, как говорил Остап Бендер, это спасание утопающего, дело рук самого утопающего. То есть мы сегодня на самом деле оперируем всех, мы никому не отказываем. А средства защиты, которыми мы располагаем, они весьма, весьма посредственны. Мы не имеем права обследовать пациента на ВИЧ. Без его согласия. Без его согласия. Но если есть, не дай Бог, такая ситуация, когда есть подозрения, ему об этом необходимо сказать? Разумеется, мы об этом говорим. Понимаете, решение? Но в любом случае настороженность должна быть. Мне приходилось оперировать разных людей и разные ситуации, в том числе конфликтные возникают. И зачастую скрывают больные, зная об этом, что они инфицированы, тем же епатитом С или вирусом иммунодефицита. Понимаете, и хирург тоже. Хирург, так в том-то и дело, потому что очень многие зачастую думают, что хирург это какой-то манипулятор и разносчик. Да, или наоборот, разносчик не пиццы. Ну, у нас в клинике мы так решили. Вот если мы знаем заранее, что больной ВИЧ-инфицированный или гепатитом С инфицированный, мы используем только одноразовые инструменты. То есть инструменты покупаются, потом они выбрасываются. Они правильно мы не всегда можем это понимать. Что касаемо, вот он не очень, конечно, приятный аспект, но был вопрос задан по поводу материального обеспечения. Материальное обеспечение, вот если бы, конечно, в Соединенных Штатах не было бы страховой медицины, они бы не смогли на роботах оперироваться. Потому что это очень дорогая операция. Здесь стоимость операции возрастает даже не в сто, а в тысячу раз. Ну, как у нас это решается, мы все знаем. И, конечно же, отсутствие страховой медицины, это определенный тормоз развития новых технологий. Вкратце, метаболическая хирургия. Что это? Метаболическая хирургия это совершенно новый вид хирургии. Это, я вам скажу честно, вот пройдет пять лет, и мы все увидим, что лечить сахарный диабет будут с помощью операций. Лечить тяжелые формы ожирения или наоборот худобы это будут тоже с помощью операций. Различные другие ситуации, которые связаны с нарушением серьезного обмена, сейчас уже есть предпосылки, это будет лечиться с помощью. В гинекологии? Ну, в гинекологии есть большая часть патологии, связанная с функционированием желез внутренней секреции, в первую очередь яичников. И здесь вот это как раз на сегодняшний день и применяются уже определенные методики эндокринной хирургии, метаболической хирургии. Вот. Кроме этого, на функционирование женской репутинной системы большое влияние оказывает и надпочечник, и щитовидная железа, и гипофиз и так далее. Все это, да. Михаил Александрович, а вам вот вопрос касаемо немножко материального плана в каком? То есть у вас госпиталь, понятно, военно-медицинский, и мы знаем, что вы обслуживаете категорию ветераны, военнослужащие, еще есть определенная категория, бесплатная, но действительно приходят люди на оперативное лечение. Приблизительно, вот каким образом эта сумма формируется, чтобы так было понятно? Вы понимаете, у нас немножко не та тема, но я вам скажу, что пока, слава Богу, какое-то финансирование минимальное есть. И ни солдат, ни офицер, ни ветеран вооруженных сил, они ничего не покупают. Да, мы это знаем. Люди приходят с улицы, допустим. Ведь мы же эти деньги отрываем у солдата. А люди, которые приходят с улицы, они платят там небольшую сумму, которая частично накрывает вот эту операцию. То есть те расходные материалы, которые на них тратятся. А то, что, понимаете, конечно бы хотелось оперировать одноразовыми инструментами, но такого нет нигде, ни у кого, даже в европейцев богатых. Потому что не все инструменты делаются одноразовыми, их просто невозможно сделать. Дорогостоящие эндоскопы, которые сам он стоит. Но стремиться к этому, конечно, надо, особенно вот в таких вот злополучных ситуациях. Но откуда вы находите вот эти силы, средства, чтобы действительно продвигать это все, если не выделяется, нет финансирования, нет страховой медицины. Как вот получается, что вы как-то вот... Я думаю, что ответ очень простой. Понимаете, потребность порождает возможность. Наши люди живут не в космосе, не на обитаемом острове. И они знают, и слышат, и видят, и читают, что вот там делают такие операции, такие, и это заставляет их к чему-то стремиться. И мы, понимая это, должны внедрять эти все новые методики. Поэтому приходится что-то самому покупать, где-то каких-то спонсоров искать, где-то какую-то часть компенсировать. Но чиновничий аппарат продавливается? Или очень? Это тема отдельная. Но будем верить. Что-то да. Что-то да, а что-то... Давайте так, по минуте, образно говоря, каждому подытожить или как-то насторожить нашего, или успокоить нашего пациента, нашего гражданину, так сказать, Украины? Я думаю, я вот в завершении этой передачи хотел бы сказать, что я, например, испытываю определенную гордость за наших соотечественников, за наших адеситов. Потому что вот путем сложившихся обстоятельств адеситы, Игорь Зеленович это подчеркнул, имеют большую возможность получить современные методы обследования и лечения, нежели жители других регионов Украины, даже в Киеве. И вот насыщенность технологий в Одессе на сегодняшний день, она достаточно высокая, она сравнима с хорошими европейскими клиниками. И у меня было только одно пожелание, чтобы вот, как вы говорите, чиновичий аппарат понимал это, немножко помогал нам, а мы будем держать... Для начала не мешают. Ну, чтобы мы могли держать это все, этот крейсер на плаву. Я, Евгений, хотел бы, пользуясь вот случаем, конечно, поблагодарить ректора Одесского национального муниципального университета за тот огромный вклад, который он внес в развитие наскопической хирургии в Украине и в целом в мире. И люди должны об этом это знать. И мы все об этом сегодня во всеуслышание говорили. И эта роль, она не только заключается в том, что Валерий Клайчик внедрял методики и первый проходил, набивал шишки там где-то и все такое прочее. Но он и по сегодняшний день все это держит под контролем. Он старается каждый раз поддержать и хирургов, и нас, гинекологов, и клиники оснащать оборудованием хотя бы. Понимаете, что ресурсы не такие уж большие, если брать один университет. Конечно. Спасибо большое. Поэтому мы смотрим будущее с оптимизмом. И пациентам я хотел бы сказать, чтобы они действительно всегда продумывали, прежде чем соглашаться на операцию, какую операцию сделать. Это не всегда... Может, они хирургу должны задавать вопросы побольше? Да, надо всегда обсуждать с доктором, с хирургом преимущества, недостатки той или другой операции и принимать решение, уже будучи информированным. Потому что соглашаться сразу на тот метод, которым владеет хирург, бывает так, что, к сожалению, владеет только одним методом и больше в его арсенале ничего нет. Наверное, не стоит. Надо еще проконсультироваться и принимать решение. Михаил Иванович. Ну, просто хотелось бы сказать, что эндоскопическая хирургия, лапароскопическая хирургия, это часть большой хирургии. Ведущая часть или основная, или не основная часть, это покажет время, но это незаменимая часть, без которой не может функционировать нормальная современная клиника. И бояться этих операций не надо, идти надо со временем. Спасибо. Спасибо большое. А возможность объединить информацию в одно целое на основе мировой компьютерной сети в недалеком будущем позволит создать диагностические и лечебные системы с огромным потенциалом, когда любого больного в необходимом случае сможет оперировать лучший хирург в данной специальности, находящийся за тысячи миль от самого пациента. Помогать ему будут ассистенты, живущие в разных странах, а наблюдать за операцией смогут тысячи врачей во всем мире. Наша благодарность уважаемым экспертам, гостям в студии медицинского дома «Одрекс» и телезрителям. Наталья, а что у нас со зрительским голосованием? Тема сегодня интересная, безусловно, и это подтверждается количеством проголосовавших и качеством задаваемых вопросов, которые мы слышали от горожан. По голосованию, итоги тех, кто считает, что программа «Доктор Крылов» консилиум расширяет их медицинские познания, большинство. Есть, ответившие нет. Но я надеюсь, что это все-таки большей частью коллеги, присутствовавших сегодня докторов, ну и тех, кто звонил и выражал благодарность, потому что они уже с врачами знакомы были давненько и априори знают больше, чем мы, и о эндоскопической хирургии, и о лапароскопических операциях, и много еще, наверное, о чем. Итак, Евгений, вам слово для анонса следующей передачи. Я только добавлю, что следующий вторник, 13 августа, мы ждем желающих участвовать в съемках нашей программы по адресу Раскидайловская, 69-71. Именно здесь находится медицинский дом Одракс. На сегодня у меня все, я с вами прощаюсь и берегите себя, не болейте. В следующий вторник в прямом эфире программы Доктор Крылов Консилиум мы обсудим актуальную для большинства женщин проблему заболевания вен в период беременности. И помните, одни вечно больны только потому, что очень заботятся быть здоровыми, а другие здоровы только потому, что не боятся быть больными. Берегите себя!